Впереди длинные праздники. У всех они разной длины. Некоторые даже отдыхают 10 дней. Увидимся мы с вами в следующий раз 7 мая. Потому что, судя по всему, ближайший понедельник оперативки не будет. Всех заранее поздравляю. Желаю объединения трудящихся. В любом случае поздравляю с надвигающимся Днем Победы. Не забывайте ставить лайки нашему каналу. Не забывайте подписываться. Кстати, люди стали подписываться на канал больше. Прошел вот этот страх. Наш генетический страх, как бы чего ни вышло. Так что подписывайтесь. Подписывайте друзей. Помогайте каналу материально. Мы публикуем наш расчетный счет. Это единственный способ, как нам можно помогать. В общем, всем привет. Отдохните. Сильно не пейте. На дворе весна. Традиционно субботний выпуск. Начинаем с достижений республики, о которых вам не расскажет БСТ. На минувшей неделе стало известно, что Республика Башкортостан занимает первое место в Павловском федеральном округе по количеству вахтовиков, выезжающих из республики на заработки вовне. 160 тысяч человек, в основном молодых и сильных мужчин, на постоянной основе работают вне пределов Республики Башкортостан. Это каждый шестой работоспособный работающий человек в Республике. Работы в Республике действительно нет. Для тех, кто хочет нормально зарабатывать, а не пользоваться вакансиями мадам Ивановой, где она предлагает 15-16 тысяч и еще упрекает людей в том, что они не хотят идти к ней на работу. В общем, вот такая вот ситуация складывается с рынком труда. И это еще на фоне того, что мы пока не получили результатов тех санкций, которые наложены на страну. Пик безработицы в этом году ожидается в июне-июле. А что дальше, будет совершенно неизвестно. А еще Республика Башкортостан вошла в десятку самых датируемых регионов в Российской Федерации. Мы в компании Республики Тыва, Алтая, Дагестана и прочих регионов, считавшихся в последнее время такими депрессивными, с очень слабой экономикой, в которых ничего нет и ничего не происходит. Так вот, мы попали в эту компанию. Мы в десятке самых датируемых из федерального бюджета регионов. Вот это, честно говоря, меня удивило. Я знал, что у нас идет некое падение экономики много лет подряд, но всегда полагал, что Республика Башкортостан – это регион-донор. Ну как же у нас тут нефтепереработка, у нас тут химпром, у нас тут, значит, сода. И, боже мой, да еще и прекрасное сельское хозяйство, да еще и аэропорт. И, ой-ой-ой, да, ну так послушаешь оперативки, и вот как-то зарядишься этим позитивом. И вот выясняется, оказывается, что мы находимся на самом дне российской экономики, как бы там смешно это ни звучало, но и получаем довольно ощутимые, в сравнении с другими регионами, дотации из федерального центра. Это, конечно, позор, потому что, вообще-то, давным-давно и всегда, и при Рахимове, и при Хамитове, Республика Башкортостан была донором, донором для федерального бюджета, то есть мы зарабатывали больше, чем тратили, и перераспределяли налоги в пользу других регионов. Все того же Алтая, Дагестана, Республики Тыва и прочих чудесных зажопий мира. Ну, в общем, вот получается так. Что это? Заслуга Хабирова или новая форма перераспределения доходов внутри федерации? Я, конечно, сказать однозначно не могу, но заслуг по части развития экономики у нас тут, конечно, не наблюдается. Ну и еще одно достижение, вернее, сравнение. Выяснилось, что в среднем государственные затраты на одного жителя в Республике Башкортостан вдвое ниже, чем те же самые государственные затраты на одного жителя Республики Татарстан. Вот тут теперь, как говорится, почем купил, потом и продаю. Вот и воспринимайте, как хотите. Практически одинаковый регион и климат, практически одинаковое население и практически одинаковая география. Но мы вдвое хуже Татарстану. На минувшей неделе Следственный комитет провел некие следственные действия в жилище заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан Ирины Кононовой. Примечательно, что чиновница уже три года с момента, как она приехала в нашу замечательную республику, а она из тех самых понаехавших, так вот все эти три года она живет в гостинице Айгуль. Гостиница Айгуль – это замечательная маленькая уютная чиновничья гостиница, находящаяся практически у крыльца правительства Республики Башкортостан на задворках Башкирского драматического театра и стадиона «Динамо». В этой гостинице проживают не только мадам Кононова, а еще несколько крупных башкирских чиновников, в том числе и мадам Прочаковская, не желающая пускать корни в Башкортостане, а желающая только загребать хорошенько и зарабатывать. Ну, в общем, вот такая история. Информированные источники в Минздраве утверждают, что следствие, по которому произошли обыски в жилище Кононовой, идет по факту или по предположению следователей о том, что были допущены некие нарушения при закупке лекарственных средств и препаратов в Республике. В частности, есть предположение о том, что там какой-то из препаратов, противоопухолевых препаратов, закупался в избыточном количестве и в итоге оказался просроченным. В общем, пока это все версии, потому что я пообщался с несколькими источниками и дают разные предположения, однако практически все эти источники сходятся в том, что следствие, пожалуй, не за то взялось. В том смысле, что мадам Кононова, конечно, не без греха, но не она основной источник событий и проблем в Минздраве. Вообще, по-хорошему и продуктивно, как мне сказали люди информированные, надо было бы расследовать, например, процесс закупки автомобилей скорой помощи. Очень интересный процесс, в котором участвовали и Сидякин, и Баширов, и много-много кто еще. Вот там бы точно можно было найти что-то. Но вот следствие пошло таким путем. Я пока не складываю для себя никакого мнения о виновности и невиновности мадам Кононовой, ну, как минимум, потому что еще не было суда. Будем посмотреть, будем подождать. В Уфу тем временем прибыли еще 300 беженцев из Донбасса. В этот раз встреча была уже более скромной, и персоны, встречавшие на вокзале беженцев, были поскромнее. Встречали в этот раз мэр Уфы Ратмир Мавлиев и Ленар Иванова. Как известно, они земляки. Ленара Хакимовна, она из Нефтекамска. И Ленаре Хакимовне сейчас остро необходим пиар, хоть какой-нибудь положительный отклик. Дело в том, что у нее проблемы, ну, проблемы начались давно, и все проекты у нее так себе идут, и признаны провальными, и результаты не очень. А тут еще и у сестры, которая у нее по тому же ведомству проходит, но живет в Нефтекамске, сгустились следственные тучи над головой. В общем, конечно, не все в порядке. Ленар Иванова вынуждена была бегать среди дурнопахнущих, понаехавших беженцев и изображать гостеприимство. Но гостеприимство башкирских чиновников, конечно, если честно, не имело никаких границ. Выяснилось, сколько тратим мы, конкретно мы, то есть наш бюджет башкирский, на прием вот этих вот беженцев. Цифры такие. 1450 рублей расходов полагается на каждого беженца в сутки из башкирской казны. То есть это примерно 44 тысячи рублей в средний месяц. И это при том, что средняя медианная зарплата в Республике Башкортостан составляет 41,5 тысячи рублей. Смею заметить, что за 41,5 тысячу средней зарплаты житель Башкортостана еще должен поработать. Дойти эту работу, обеспечить ее исполнение, нравиться начальству, ну и в общем еще и налоги платить. А вот среднестатистически понаехавший донбасский сепаратист получает 44 тысячи. Просто так. Не деньгами, да. За жилье, за еду, за то, за сё. Но тем не менее, ему обеспечивают достаток из нашего кармана на сумму, превышающую среднюю зарплату в регионе. Это как? Вот кто думал, выделяя эти деньги и распределяя их среди вот этих беженцев? Как это будет выглядеть для жителей? Мы платим налоги, и на наши деньги содержат гостей сепаратистов богаче, чем платят нам самим. Вот как получается. На данный момент на территории Республики Башкортостан содержится примерно 317 вот этих вот беженцев. В месяц нам это обходится примерно в 14 миллионов рублей. Ну, не примерно, а в 14 миллионов рублей, если пользоваться калькулятором. Хабаров мечтает о двух тысячах и более гостей, беру это слово в кавычки, из Донбасса, и готов, судя по всему, судя по этой смете, отдавать за такое количество понаехавших сепаратистов, примерно 88 миллионов рублей в месяц. Значит, если считать все наши расходы на бесконечные вот эти благотворительные поезда или как они там называются, значит, караваны помощи, плюс 88 миллионов рублей в месяц на беженцев и плюс прочие-прочие концерты, фейерверки и прочие развлечения, связанные с поддержкой вот этого самого Донбасса, мы получаем сумму примерно миллиард рублей в год, если это продлится год, которые мы отдадим в помощь, значит, в оплату вот этим беженцам, вот этим всем от ребятам. То есть мы оплачиваем налоги, мы содержим армию, мы содержим армию, которые принимают участие в специальной военной операции, платим за патроны, ракеты, пушки, бомбы, а еще платим за тех, кто понаехал к нам с этой территории. Вот такая вот арифметика получается. В общем, посмотрим, сможем ли мы выдержать вот эту нагрузку, я имею в виду, мы как экономика, мы как налогоплательщики, примечательно отметить, что в день приезда второй партии донбасских гостей в Башкирию Радий Фаридович объявляет режим повышенной готовности для МЧС и органов власти. Причем связывает в этом указе этот режим повышенной готовности именно с прибытием беженцев. Тут я, честно говоря, не очень понял, зачем, почему и с какой стати это случилось. То ли мы опасны для этих беженцев, то ли они опасны для нас, то ли им опасно здесь, я не знаю. Но, в общем, Хабиров объявляет режим повышенной готовности, и теперь мы все будем в режиме повышенной готовности. В Уфе на прошедшую неделю произошло несколько заметных событий и хотелось бы о них поговорить. В частности, развивается история с банкротством МОЭТа, Муниципального управления электротранспорта. Арбитражный управляющий, который банкротит это предприятие, Данила Рыбалко, все-таки выставил на торги имущество МОЭТ. На прошлой неделе он там обращался в арбитражный суд и требовал вернуть вагоны в конкурсную массу. Ему это удалось, и до 9 июня продлится аукцион, электронный аукцион по продаже имущества. МОЭТа, первоначальная стоимость составляет 4,5 миллиарда рублей, и для участия в аукционе необходим взнос в 10% от этой суммы, то есть 450 миллионов рублей. Очень существенный залог. В составе этого имущественного комплекса земля, здания, транспорт, сооружения, оборудование, очень много чего, и в том числе 194 трамваи и троллейбусы, которые ездят по нашей Уфе. Надо оговориться, что покупатель всего вот этого великолепия будет обязан сохранить и обеспечить действия и работоспособность электротранспорта в Уфе. Это, конечно, очень сомнительный тезис, потому что обязать вечно обеспечивать электротранспорт никто никого не может, а покупатель может купить это все, поездить пару месяцев на трамваях и потом их остановить. В общем, непонятно, какова судьба вот этого всего имущественного комплекса, когда в открытую продажу выставляется вот такое крупное муниципальное серьезное и важное для города предприятие. Ну и, кроме всего прочего, остается интрига, главная интрига этого всего это судьба земельного участка под депо Зорино. В районе сельхозинститута есть замечательный, большой, огромный участок земли, на который давно облизывались все крупные дельцы в Уфе. Еще с хамитовских времен пытались отжать купить, выкупить, обанкротить, как угодно забрать эту землю. Там бы построить 5-6 35-ти этажек, вот было бы счастье, вот это было бы золотое дно, но до сих пор пока это не получалось. Очень многие подступались, там и Ренат Баширов бегал, и Аскар Фазлыев в свое время что-то делал для этого, но ничего не получилось ни у кого. Вот сейчас точно получится. Вопрос только в том, как перенести депо Зорино, куда его перенести, каким образом упразднить вот этот вот надоевший всем трамвай и троллейбус, я имею ввиду надоевший всем олигархам, а люди-то пофигу, и вот завладеть этим депо. Вот, собственно, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, в чем вообще здесь собака порылась, именно в этом участке земли. А трамвай и троллейбусы, этот ржавый хлам вообще никого не интересует. На минувшей неделе в Уфе прошли общественные слушания по застройке квартала ограниченного улицами Айская, 8 марта, Владивостокская, Революционная. Примечательно, что общественные слушания, которые проводились в интересах ПСК-6, которые там собиралась построить 35-этажные башни, так вот эти общественные слушания провалились с треском. 98 предложений присутствующих граждан были против, и только три были за. Ну, мы знаем, что результаты общественных слушаний это у нас, как говорится, справочный материал. Они не отменяют планов застройщика осуществить то, что он планирует. Они являются только как бы данными для информации для мэрии и для самого застройщика. Схватки между жителями и застройщиками стали регулярными, потому я полагаю, что в данном случае планы ПСК-6 будут определенным образом подкорректированы, переосмыслены или хотя бы иначе поданы населению, потому что, как известно, у нас застройщики и вообще крупный бизнес не умеет общаться с населением, не считает важным вот этот фактор. Ну, вот как, например, Валериан Гагин, который, конечно, нельзя отнести к крупным бизнесменам, но наглец он еще тот, вот он возомнил себе, что вот он что-нибудь там подпишет у грекова, ему сразу же разрешат испоганить сквер в центре города. Нет, не получилось. Местные жители, непростые, правда, люди, внятно и очень доходчиво объяснили выскочке, что не получится этого сделать. Вот, в случае с этим квадратом, 8 марта, Айская, Владивостокская, революционная, пожалуй, что происходит примерно то же самое, ну, посмотрим, как поведет себя ПСК-6. А еще на минувшей неделе произошло такое примечательное событие. Суд вернул городу участок земли в затоне Восточной, который чиновники мэрии еще Мустафина в 2020 году выдали некоему ООО Норд при довольно странных обстоятельствах. 36 гектаров земли кадастровой стоимостью 1,1 миллиарда рублей, свыше миллиарда рублей. Они отдали вот этой ушечке Норд за 56 миллионов рублей. Согласитесь, какая прелесть, да? То есть, в 20 раз дешевле кадастровой стоимости. Суд выявил, что по проекту там должно было построено было здание, которое в 1100 раз меньше, чем площадь участка. Ну, отлично, окей, арбитражный суд восстановил справедливость, вернул имущество городу почти на миллиард рублей. Аллилуйя, ура, ура. Но у меня вопрос, а вот тем, кто это все сделал, ничего не будет? То есть, мы скажем спасибо арбитражному суду за попытку хищения, увода вот этого имущества на миллиард рублей чиновникам мэрии ничего не будет? Следственный комитет, ФСБ, МВД, я не знаю, ФБР, ЦРУ, кто-нибудь хотя бы проявит интерес к подобным действиям чиновников? Они выявлены и, кстати говоря, определены судом. То есть, сейчас бери и сажай. Очень странно, согласитесь. То есть, им можно было попробовать вот это сделать, у них просто не получилось, да? А у нас мешок картошки в колхозе украдешь и сразу на пятерочку уедешь, да? Примерно так, что ли, выглядит это все? На прошедшей неделе опять был отмечен факт засыпания на заседании Госсобрания Крулта Республики Башкортостан. В этот раз заснул уже депутат Госсобрания, ректор медуниверситета Валентин Павлов прямо во время заседания парламента свалил его сон. Ну, что поделать, какое-то сонное царство, а не Крултай. А еще на прошлой неделе возник спор среди депутатов Госсобрания, достоин для Рустема Ахмадинуров получать зарплату за свою работу в парламенте. Его со скрипом, но избрали вице-спикером Госсобрания, причем 26 депутатов не голосовали за это решение. Голосование, впрочем, даровало Рустему Маратовичу доход примерно в 4 миллиона рублей в год, но фракции КПРФ, кстати говоря, активно была против. Выдача Ахмадинурову денежного довольствия через кассу Госсобрания для меня, очевидно, является актом некого такого утешения со стороны Хабирова. Ахмадинуров потерпел полный крах своей карьеры, потерял все возможные перспективы и все возможные посты, но вот остался теперь вице-спикером Госсобрания, но, как говорится, спи спокойно на заседаниях дорогой смешной Единорос. Примечательно, что не все народные избранники, депутаты Госсобрания горят желанием продолжить свою карьеру. Еще один, уже пятый, за последний месяц депутат Единорос из Госсобрания добровольно складывает мандат. непонятно, то ли опять кто-то не захотел свой домик в Испании декларировать, то ли еще какие-то причины, но, в общем, как-то повально бегут депутаты из Госсобрания, это, кстати говоря, раньше никак не наблюдалось, то есть, были, конечно, разовые случаи, но чтобы пять человек за месяц, такого я не припомню. А вот экс-депутат горсовета Бауцкий, похоже, что съехал все-таки в свое испанское имение, по крайней мере, предположение об этом высказало издание Proofy.ru на минувшей неделе, хотя в последние дни издание это точностью прогнозов не отличается. Но если действительно Бауцкий сбежал в Испанию, то под вопросом остается несколько девелоперских проектов, которые он вел, несколько строек, и это, наверное, должно несколько взволновать и общественность, и власти в республике, потому что нам уж никак нельзя сейчас добавить каких-нибудь обманутых дольщиков еще сверх того, что имеем на данный момент. Мировым соглашением закончился суд о защите чести и достоинства и деловой репутации экс-главы Иглинского района Решата Исхакова. Суд был против горе-блогера Николая Бажина и некого Дмитрия Пронина, который в прошлом был помощником того самого Исхакова. Изначально Исхаков хотел получить 20 миллионов рублей компенсации с обоих горе-правдорубов, но потом пожалел бедолаг и согласился на публичное опровержение, извинения и прочие унижения. Это, конечно, результат того, что люди не подумавшие взялись за дело. Наверное, не стоит заниматься тем, чем не умеешь заниматься. Ну и, собственно, урок тем, кто, не проверяя факты, пытается их выдать за действительность и, самое главное, пытаясь услужить власти. Напомню, что Бажин и вот этот самый, как его там, Пронин, они делали это все в угоду власти, потому что именно в этот момент Хабирову вздумалось покусаться с Исхаковым за земли, за какое-то влияние в районе и так далее. Ну, вот, не давая оценку господину Исхакову отдельно, я скажу, что вот эти вот поспешные попытки услужить властям обернулись вот таким вот неким позором для этих деятелей Бажина и Пронина. Стало известно о чудовищном превышении содержания ртути в реках Белый и Эшкадар, троекратное превышение ПДК по ртути в обоих этих реках. Особенно это пугает по реке Белая, хотя многие водоемы сообщаются с друг другом. Непонятно, что происходит. Ртуть это очень опасный компонент, это мега опасно для онкологии, ну, вообще, это абсолютный яд. Троекратное превышение ПДК должно было бы вызвать панику и шум, но у нас народ, переживший аварию на Химпроме и многие другие экологические бедствия, резистивен, видимо, к подобной информации, что они особенно-то и сполошились. Ртуть сложно очищается в ходе очистки по питьевой воде, ртуть очень испаряемый элемент и вещество очень летучие и попадают в дыхательные пути, но, в общем, это очень опасная вещь, нас, впрочем, это особенно, видимо, не волнует. Ну, а зная об уровне государственной природозащиты, я могу предположить, что источник этого заражения рек найден так и не будет, все свалят на какой-нибудь поводок или разбившийся выше по течению градусник, ну, в общем, вот такая вот пугающая, на самом деле информация.